Упростить процедуру ведения бизнеса, поддержать перспективные проекты, увеличить количество самозанятых в экономике. Ненецкий округ продолжает работать над созданием комфортной среды для предпринимателей и улучшением инвестиционного климата. Результаты работы в этом направлении оценил представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Северо-Западном округе. Арзум Арзуманям встретился с представителями органов власти и ответил на их вопросы. Сегодня Ненецкий округ работает над проектным управлением и внедрением целевых моделей. Это минимальный набор лучших практик по созданию условий для предпринимательства. Они должны быть реализованы в каждом регионе страны. Для этого составляется дорожная карта, в которой указаны проблемы и точки роста. Мы приступаем к серьезной и ответственной работе по реализации дорожных карт и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в округе. Ежеквартально отчеты о реализации целевых моделей будут рассматриваться на заседании управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа. Итоги работы органов власти округа будут видны уже в краткосрочной перспективе. Итогом преобразований должно стать улучшение бизнес-климата, к примеру, снижение срока выдачи разрешения на строительство, регистрации индивидуального предпринимателя. Для северных регионов есть какая-то скидка по выполнению именно этих технологических подключений, потому что в зимний период, в 10-ти раскопки, это у нас слишком дорого. Арзум Арзуманян заявил, во всех регионах условия для бизнеса должны быть одинаковы, без скидок на географические особенности. Сначала начнем не со скидок, а с тех вопросов, есть ли они вообще обозначены, как их можно решить, и когда вы подойдете к тому, что ну никак, невозможно, и только нау, такая практика, может быть еще и соседние регионы, и с этим выходить на федеральную рабочую группу. Создавать комфортную среду будут эксперты, которые хорошо знают то или иное направление. Кроме того, в Ненецком округе будет выбран и назначен общественный представитель агентства стратегических инициатив. Он будет помогать бизнес-сообществу взаимодействовать с властью и решать местные задачи. Молодежь нынче очень активная, а работы, где они хотят зарабатывать много, ее немного. Поэтому нужно самим пытаться что-то делать. Главное, чтобы это было возможно. Для этого и существует работа в том числе властей по достижению показателей по 12-левым моделям, по улучшению вес климата, чтобы можно было дело открыть просто. Подводя итоги встречи, руководитель Департамента финансов Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко отметила – эффект от созданной инфраструктуры для бизнеса уже проявляется. Так, в 2016 году зафиксирован чистый прирост в 100 человек по зарегистрированным предпринимателям. Сейчас в приоритетных задачах – снятие административных барьеров.